всем привет меня зовут сабина альярова и я преподаватель онлайн школы академика где я провожу курс английский курсив для начинающих и это видео специально для тех кто только начал заниматься каллиграфии а именно остроконечным пером я покажу вам интересное упражнение если вы сейчас активно работаете с прописями пишите строчку аккуратно буквы элементы какие-то декоративные формы то можно подойти к этому творчески и нам для этого занятия потребуется цветной лист бумаги кисточка остроконечное перо держатель смотрите по вашим ощущениям кто работает прямым держателем можно взять прямой я привыкла работать косым держателем то есть здесь это не так важно дальше нам с вами потребуется белая гуашь или белая тушь если вы работаете белой гуашью я использую таллинс ее нужно развести в отдельной емкости для того чтобы она была не такая густая и хорошо стекала с пера кисточка нам нужно будет для того чтобы заправить перо благодаря этому линия которую вы будете проводить будет более аккуратно более тонкая и не будет каплями стекать на поверхность листа в процессе этого упражнения мы с вами можем поворачивать лист как угодно в зависимости того как мы с вами заполнили поверхность может быть нужно будет немножечко развернуть для того чтобы какая-то часть листа подсохла и случайно не смазать пальцами гуашь а можно использовать лист любой любого цвета бумага гладкая должна быть про бумагу я более подробно рассказываю на онлайн курсе в академике про перья которые нам нужны сейчас я вот взяла перо леонард такое перо вы можете в принципе приобрести в любом онлайн магазине и в художественных я тоже встречала это перо и так сейчас мы с вами попробуем поработать с каллиграфической линии для этого окунаем кисточку в тушу я в левой руке всегда ее держу перед собой промазываем перо аккуратно чтобы проконтролировать поток наша с вами задача на на этом листе бумаги в этом упражнении попробовать расслабиться отпустить контроль и следовать за движениями руки то есть куда ведется линия туда и ведем то есть можно делать какие-то абстрактные формы можно пробовать писать какие-то фигурки вот когда я работаю вместе с учениками даем это упражнение они иногда приносят какие-то растительные образы и фигурки животных то есть на самом деле может быть все что угодно можно сюда и буковки включать главное они пытаться контролировать полностью свои движения то есть чтобы все таки появилась какая-то свобода то есть дать возможность раскрыться вашему творческому началу можно начинать середины листа можно с края листа то есть оттуда откуда хотите и если мы с вами проводим длинные линии то я это буду делать всей рукой ставлю перо на бумаги на бумагу надавливаю и провожу линию основное пожелание при давлении на инструмент стараться чтобы линия все время меняла свою толщину то есть это будет выглядеть более пластично и дальше веду следующую линию когда вы занимаетесь желательно чтобы в этот момент вы были абсолютно одни лучше не говорить при этом потому что как правило может в процессе разговора дрогнуть рука поэтому когда я буду сейчас писать я говорить уже ничего не буду можно проводить линию не от края листа а например отсюда когда пересекаете линии желательно чтобы они не пересекались одинаковыми толщинами то есть максимально жирные линии когда пересекаются то в процессе рассмотрение формы потом привлекают к себе достаточно много внимания можно спокойно поворачивать лист если необходимо если необходимо оторвать инструмент от бумаги отрываете его делайте небольшую паузу то есть это могут быть абсолютно абстрактные формы отдельное упражнение мы проходим в блоке разминок на онлайн курсе и там я уже рассказываю в деталях как правильно выполнять их так чтобы у нас с вами или перо скользила по бумаге при этом тушь быстро не стекала на поверхность листа вы можете полностью заполнить лист можете оставить какие-то пустые поверхности то есть вы сами контролируете когда нужно закончить на этом листе поэтому это все индивидуально можно каких-то декоративных элементов добавить например такие капельки на тонкие линии можно более плотно заполнить но когда вы делаете эти движения вы все равно тренируетесь и это помогает вам вот эти вот рутинные отработки букв элементов сделать более творческими и включить в свое обучение больше спонтанности при этом старайтесь вести несмотря на то что мы здесь с вами пишем абстрактной формы делать это достаточно медленно не на высокой скорости потому что когда мы пишем букву английского курсива при давлении на инструмент мы можем споткнуться о бумагу и желательно здесь все таки чтобы не испортить лист выполнять все достаточно медленно и тщательно что-то не что-то не от матери что-то тоже я Если вам уже неудобно будет работать, есть необходимость в том, чтобы лист подсох, чтобы вы могли руку удобно подставить. Потому что при работе пером мы с вами, если вы правша, вес тела переносим на левую часть тела и придерживаем лист левой рукой. И чтобы пальцы не размазали поверхность, как я уже говорила, желательно, чтобы здесь все было просушено. Поэтому можно отложить лист и взять следующий, а потом поменяться и взять предыдущий лист и закончить его. Здесь уже вы сами контролируете свой творческий процесс. Можно попробовать включить буквы в вашу работу. Как описать строчные, мы отдельно тоже разбираем на курсе. У нас целый блок этому посвящен, то есть разбираем каждую букву. Субтитры делал DimaTorzok Буквы тоже пишем достаточно медленно, прописываем каждую деталь по возможности. И если вы будете тщательно погрузиться в изучение формы, вы поймете, почему так важно не спешить. Про это я тоже говорю на блоке, когда мы работаем с текстами. Можно добавлять сюда еще один цвет. Можно добавить золото, серебро. То есть можно немножко разбавить тон и включить какой-то, пересечь полупрозрачными линиями. То есть здесь на самом деле достаточно большое поле для фантазии и можно делать очень интересные вещи. При работе с каллиграфической линией, с текстами следите за посадкой. Затем, чтобы все-таки у вас была какая-то рабочая область. Что это значит? Вот куда ваши руки свободно упали, там они у вас лежат. И вы не наклоняетесь телом в сторону, а в процессе письма просто передвигаете лист либо вверх-вниз, либо влево-вправо. То есть не нужно всем туловищем наклоняться или заваливаться на стол. То есть на самом деле желательно все-таки, чтобы спина была у вас прямая. Сверху. 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 Продолжение следует... Если в процессе письма, когда вы работаете гуашью, пирог плохо пишет, попробуйте его промыть, потому что, скорее всего, усики забились, поэтому пирог не пишет. Добавлю, наверное, ещё пару букв и оставлю. То есть лучше не до чем перья. Старайтесь выполнять работу таким образом, чтобы она была закончена и её можно было потом, несмотря на то, что это разминка, оформить и повесить в рамочку. Вот такое, может быть, решение. То есть создавать законченные произведения. Так, ну, вот, пожалуй, всё. Я думаю, что моя работа закончена, больше не хочу перебарщивать. Можно, в принципе, попробовать ради эксперимента ещё набрызгать какими-то каплями белой туши, как вариант, да, добавить брызг сюда, тут смотрите сами, вот, можно делать много-много разнообразных упражнений, полностью закрасить этот лист, или, например, как вариант взять вот здесь вот уже блоки другого цвета, примерно в такой же стилистике. Это одно из упражнений, которое мы будем разбирать на курсе по английскому курсиву. У кого остались вопросы, как можно работать с композицией, то на курсе «Английский курсив» мы в отдельном блоке это разбираем, и кто записался с обратной, кто запишется с обратной связью, я вам все работы прокомментирую, дам советы, как можно будет улучшить, что не так. То есть, на самом деле, вот, если вам откликнулось, то можно будет присоединиться, и мы с вами вместе попробуем создать какие-то ваши творческие работы. Вот что получилось у меня. Несмотря на то, что это разминка, то есть мы с вами здесь разминаемся, мы на этом задании можем также отрабатывать навык работы остроконечным пером. относитесь к этому достаточно серьезно, и старайтесь, чтобы все-таки бережное отношение к линии, аккуратность преобладало, потому что это, в принципе, да, влияет на законченность вашей работы. Надеюсь, что у вас все получится. Желаю вам успехов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...